Режим Лукашенко добился того, что белорусские военные будут делать все, чтобы не принимать участие в войне в Украине. На фоне отсутствия ощутимых побед и успехов в войне в Украине, Россия опять начинает раскачивать тему вовлечения в конфликт Беларуси. Однако сделать это может быть не так просто, как ожидает в РФ. Гомельский офицер запаса Александр Пануца рассказал о настроениях в армии. Еще в самом начале войны он выпустил обращение к белорусским военным с призывом не идти воевать с Украиной. На сегодняшний день у него уже есть четкие ответы на многие вопросы. Он акцентировал внимание на том, что в армии Беларуси служат достаточно умные и образованные люди, понимающие ситуацию и специфику политического процесса. Военные не могут выступать с открытыми протестами. Это факт. За это можно быть серьезно наказанным. Но при вступлении на территорию Украины они будут сдаваться в плен. Рассказал Пануца о беседах со своими побратимами. Желания воевать в Украине нет. Об этом говорят даже офицеры высшего звена, командиры частей. Белорусские военные, защищающие режим Лукашенко, понимают его природы. Трезво оценивают последствия, а также видят силы украинских военных. Украинская армия подготовлена и мотивирована. Это видно по результатам. В свою очередь масштабы потерь России при наступлении на Киев и переполненные телами россиян морги в Беларуси заставили Александра Лукашенко менять свою риторику по поводу войны в Украине и попытаться избежать ответственности, пишет в своей колонке Питер Диккенсен, научный сотрудник Atlantic Council. Попытки минского лидера дистанцироваться от конфликта является последним свидетельством того, что путинское вторжение находится на грани провала. Лукашенко повсюду считает младшим партнером в нападении России на Украину, позволив своей стране стать плацдармом для российских войск для вторжения на север Украины и платформой для продолжающихся авиаударов по украинским целям, пишет автор. Он также добавляет, что Лукашенко до сих пор не отдал приказ белорусской армии активно присоединиться к спецоперации, несмотря на значительное давление со стороны России. Это нежелание отчасти объясняется огромными потерями, которые понесли российские войска в первые недели конфликта, когда наступление на Киев застопорилось. Белорусские больницы и морги вскоре были переполнены ранеными из России, что не оставило Лукашенко никаких сомнений относительно масштабов трудностей, с которыми столкнулась Москва. Силы вторжения Путина в конечном итоге были вынуждены признать поражение в битве за Киев и полностью уйти с севера Украины, отмечает Диккенсен. К тому же, по мнению сотрудника Atlantic Council, непопулярность войны Путина в Украине помогла убедить Лукашенко не посылать свои войска в Украину. А все более негативные оценки действий Кремля против Украины со стороны белорусского диктатора подтверждают большое количество проблем. Противника авторитарного режима в Беларуси утверждают, что комментарий Лукашенко – попытка избежать международной ответственности за его участие в путинской войне. Находящаяся в изгнании, лидер белорусской продемократической оппозиции Светлана Тихановская назвала интервью отчаянной попыткой сохранить лицо и предупредила публику, чтобы диктатор не дал ей себя обмануть, резюмирует автор. ВСУ остановили наступление РФ на Изюмском, Херсонском и Мелитопольском направлениях. Враг перешел в оборону, заявили в Генштабе. К тому же, как считают в Пентагоне, реализация планов оккупантов отстает по меньшей мере на две недели. Также первый российский солдат предстанет перед украинским судом за убийство мирного жителя. До зустричи, глядачи! Вы стоимо, поширите, коментуйте, лайкайте. Мы сила! Продолжение следует...